МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Саденничание занятостей насельництва, ход реализации декрета номер 3 отмерковали сенне депутаты Гомельского городского совета. Компьютерные баталии, спартакеяда по разных дисциплинах киберспорту по першиню пройшла у «Гомели». Моцные и спрытные у областный центр приехали спортсмены, каб позмагаться за кубок «Гомеля» пострыд воркауту. А зараза б гэтым иншим больше подрабязна. Беларусь масштабно отцветковала День перемоги. Во усих районах Гомельской области пройшли урочистые шести «Беларусь памятая». Только у «Гомели» у им приняли удел свыше 25 тысяч человек. А сенья – еще одна новина. БРСМ запуская молодежный марафон «Беларусь памятая. Родные особы перемоги», присвеченные 75-годью вызволения Беларуси. Экспедиция по сбору фотографий и истории героев пройдет в мае-лепине дорогами вызволения краины. Про скамарын, речицу «Гомель», «Бабруйск», «Могилев» и гэтак далей. Для сбора материала у альбом по маршруте будет курсировать микроавтобус со специальными логотипами акции. У им разместится операционная лаборатория, где будут сканировать и стилизовать фотографии. Наполнение 75 листов альбома будет отбываться пропорционально по завершении марафону на территории каждой из областей. Плануется, что он протягнется до 3-го липеня. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал сегодня указ номер 169 об распоряджении державной майомостью. Документ принят из мыта и активизовать процесс уключения у господарчий оборот державной майомости. Про это белта поведомили у пресс-службы беларуского лидера. Указом продуглеживается повеличение расторминовки оплаты кошт у продаваемых объектов с одного года до трех на выбор покупника. Дозволяется без проведения попередних аукционов продавать нерухомость на аукционе по початковой цене ровной одной базовой величине на всей территории Беларуси, окромя областных центров и города Минска. У отповедности с указом так само предоставляется макчимость продавать объекты, вызначенные для взносу, без передачи покупникам земельных участков в выпадках, коли покупник затекавленный у выкрыстания отриманных у вынику взносу материалов. Документам так само урегуливаны пытания продажу арендованной державной майомости физичным особам, які займаются агроэкотуризмом и рамесной деяностю. Якость автомобильного палева, вырабленного на Нафтане и Мазырским НПЗ, отповедая усім международным и айчинным нормам, стандартам и потребованиям, заявляют у концерне Белнафтахим. Нагадаем, заводы вымушено знизили объемы перепрацовки из-за отсутствия якостной сыровины. На кожный вид палева есть свой нормативный документ, у яким зафиксованы до 20 показчиков якости, в зависимости от марки. Навод, коли по одним, и где хоть нейкая неотповедность, то палево не выходит за межзавода, расплумачили специалисты. Депутаты Гомельского городского совета сегодня обмерковали ход выконания декрета президента номер 3 об садзейничеяния занятости насильництва. С початку этого года у областных центров праца у Латкована около 2,5 тысяч человек. И эта работа протягивается. Хоть увагу депутаты звертали не только на поспехи, загученными фактами и выказанными пропановами, ознайомился Олег Синцеров. Коли мерковать по официальной статистице, то ситуация у Гомеля все лето навод полепчается. Узровень беспрацовья 0,4%. Это прикладно на треть, меньше, чем было летость. Разом с тем, сказать, что все проблемы выращены по кульнилье, причем пытание есть, как до керунького предприемства, так и до самих беспрацованных. Об упартам нежадании некоторых горожан працевать можно мерковать по прикладе, яке огучивается на посаджене президента Гомельского городского совета депутатов. Працовный стаж 56-годового гомельчанина складаю всего два с половой гады, а лень, что изменять в своем житии он не спешается, и это не один ковы подобный выпадок. Различивать такие люди могут только на так званую социальную пенсию, хоть это не значит, что им не требует оказывать допомогу у праца в лотковане. Наибольший реальный вариант накеровать таких беспрацованных на учебу, а ле и тут есть проблема рабочая профессия у гомельчан, причем у сих, у взрослых популярностью все лето не корыстаются. По специальности, допустим, сварщик электрик, востребованности особой нету, и вот я скажу, за свое учебное заведение мы ищем и ставим. Их не так готовы брать на работу, как, допустим, ну... А айтишников берут? Сами, наверное, скажут. А айтишники на сегодняшний день, я вам хочу сказать, что обучение платное, но они туда все равно бегут, достают с кармана рубль и платят только, чтобы получить эту специальность. Сирот принимаемых мер, материальное суммолевание для переезда у иншиума, совесть у метах працевладкования, финансование мероприемствов, адаптация инвалидов до працовной деятельности, содейничание беспрацовным у организации предпринимательской деятельности. Великие надеи на работу комиссии по содейничанию занятости. Все лето на их посереджениях у гомеля побывали коля 10 тысяч человек, и по кожным языкам решения принимались индивидуально. Особная размова об отказности героевников предприемствов у идеале, не на витаяны, повинны больше за инших плопатиться подростовцы неоподных специалистов, у темлику про спотримку профильных научальных установ, у якости становчика прикладу ГАР-электротранспорт. Наниматель отбирает среди стоящих на учёте молодых или средних возрастов, важно, чтобы состояние здоровья, противопоказаний не было, остального возраста не играет роль. Поэтому отбирает, потом мы направляем их на учёбу, они проходят практику и остаются на предприятии работают. То есть получается 100% гарантия струдоустройства. В протяге размова об социальной обороне насильництва на сессии городского совета тут основная увага реализации отповедного регионального комплекса мероприемств в купринятом расшении по величине объему финансования этой программы ясченно 12 с паровой тысяч рублей. Эти сроки будут накерованы на створение безбарьерного сиродия для людей за обмежованными физичными макчимостями. Алексин Черов, Йоген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Проставники мясовых уладов завтра готовы отказать на звонки громадян. В эту субботу снова пройдут промыя линии. У Гомельске «Мабловы Канками» я еправядзе намесник старшыни Андрей Конюшка. Нумер телефона у Гомелі 33 12 37. Прамая линия працует с 9 до 12 и 1. У гэты сейчас на совезе будзе и керавник справ Гомельска «Гагарвы Канками» Алексея Васюченко. Нумер телефона 33 07 62. Як медык лечит тело, як сестра душу. У Гомелі прайші урочистості промеркованная до Межнародного дня медицинской сястры, які што года значаецца 12 мая. У обласны центры з усяго регіона з'ехаліся працтавніцы гэтай гуманной професії. Многі были узнагороджены гоноровыми грамотами і падяками за пленную шматгадовую працю. В установах Аховы Здарова Гомельской області працює більш як 17 тисяч спеціалістів середнього медицинського зв'яна. Большасть – медицинські сёстры. І їх колькастя малю двая перевышає урочебний персонал. Бо учасом клівага розвиття высоких технологій многое роботизується. А вось клопот об пацієнтах замяніць нельга нічим. Алена Пархомин-Коз'єльську 30 років працювятила професії медицинської сястры і ні на хвилину не пошкодувала б своїм вибори. Отец когда-то болел бронхіальной астмой, у ньому тяжелая була. І як-то він просто посоветував, що, наверное, треба піти в медицину і допомагати людям, щоб допомагати злечити їм боль, щоб їм було краще жити і легче. У гонор професійного свята Международного дня медицинської сястры, а так само у якості подарунка для присутніх прайшов святочний концерт. Развіншування міфів об інсульте, вызначення фактора у рызакі і консультації самнолага. У Гомері проходять тыдзінь мозгу. Спеціалісты-медыкі наведують витворче прадприємство обласного центра з метай розповістия важності свойчасової профілактики інсульта і увогуле яго попередження. Перша сустріча відбулася сьогодні з працівным колективом «Салео Гомері». Занятки у форматі лекції проводили спеціалісты кафедры неурології і нейрохірургії Гомельського медуніверсітету, а так само у рачі-неурологі Республіканського навуково-практичного центра радіаційной медицины і екології чоловіка. Наші люди действительно нуждаются в інформацій об інсульте. І багато слухають об цьому вперві, да, і подробності спрашують. У багато родственників пострадали від інсульта. І тому випадок обычно дуже-очень багато. У нашого населення дуже велика запалювання артеріальної гипертензії, яка є фактором різка інсульта. Атеросклерозом, сахарным диабетом і моменты профілактики ми теж обсуждаєм з людьми. З ініціативою проведення профілактичних мероприємствів у такім форматі виступіў Молодёжний савет при Гомельським гарвиканкамі. Даречі, студенти Медицинського універсітета так само приймаюць у ділу в веззних консультаціях. Правда пакуль, що у ролі назиральніка. Чотири інтелектуальні гульні на протягу трьох дзён. Сьогодні у Гомельі почаліся 13-й чемпіонат Європы і 16-й кубок континента по гульні «Что дзекалі» сирот школьнікаў. У ділу з поборніствах приймаюць каля 40 команд з Беларусі, Расії, Україны, Латвії і Литвы. Яны саправды і самая лепшая. Чемпіоны сваіх країн і пераможці міжнародних конкурсів. Самая вялікая представніцтва у Расії – адрасу 17 команд. На гэты разу програмі чотири гульні. Самая головная з их – «Что дзекалі». Самая видовішная – брейн-рынг. Усе дзадані веде толькі один чоловек – координатор чемпіонату Леонід Климович. Каже, што лёгкими їх назвать нелега. Тимболь, што їх распроцовкай займаліся саправднія професіоналі. Сертифіцірованний редактор. Тобто, чоловік, який настільки хоро сочиняє випроси і робить із них туры і т.д. І т.д., що він проходит сертифікацію в Международній ассоційі клубів, дуже жісткую, і получає право, собственно, предлагати свої випроси для турніров высокого уровня. Точно також, як є сертифіціровані арбітри. Вот сьогодні у нас, сьогодні, завтра і послезавтра три чоловіка. Павел Забавський із Мінська, Ольга Цейтлин із Одесы і Яков Зайдельман із Переславля-Залеска. Вот така інтернаціональна у нас тройка. Перший тоді ешчі експериментальний Кубок Європи по інтелектуальних гульнів серед школьніків пройшов у Гомілі у 2004-м годі. Калі 15-ти команд з Білорусі, Росії і України тоді сабраліся в обласнім палаці творчості дятей і молоді. З того часу місце проведення ніколі не змінялося. С 2007-го турнір проводзіться під гідою Міжнародній ассоціацій клубу інтелектуальних гульнів «ШТО ДЕ КАЛІ» і має статус чемпіонату Європи, які, до речі, вельми привавлює у дельніків. Гомельчанин Вадим Палявой у ШТО ДЕ КАЛІ гуляє уже 6 годів. Приклад подали батьки, які так само були у дельніками з поборництву. Каже, що вельми жадає виграць. Урешті стати чемпіоном континенту, яшча у школьному зрості, гэта престижна. Победітелі получають все, кубок, медалі, диплом, наразуміться, горді звання чемпіона Європи по што, где, когда. Олег Сентюров, Вероника Хамцюкова, Евген Макеєнка, телерадуя компанія «Гомель». Экспозицію, присвяченую гісторою руху студентських отрадов, створаюць у «Гомелі». Її плануюць розмістіць ва універсітетці транспорту. Як поведаміли організатори, выбор ВНУ – невыпадковы. Ва універсітетці склаліся шматгадовая добрая традиція студотрадовського руху. Тепер об'явлены збор експонатов, іх можна перадаць у городськую організацію БРСМ. Экспозицію плануюць відкрыць до вересня. Экскурсії будуть безплатними. Спартакія до парізних дисциплінах кіберспорту першыню прайшла у «Гомелі». Організаторам выступіла молодзёжнае громадська об'яднання кіберспорту «Платун» при підтримці Білорусського Республіканського Союза молоді. Працовку для проведення споборництва продоставив університет ім. Франциска Скоріни. Споборництва промерковали до Дня Перамоги. За гульнявыми баталиями назирала Марина Джалая. У актовій зале університет ім. Франциска Скоріни пауз мрок. На сцені напружена кібербитва команд. У глядацькій зале гульці, які вже завершили свої баталиї, альбо тільки рыхтуються. Комментатор подроблязно супроводжує процес і вийніки поединков. На першому етапі споборництва дельнішила з вищу пау тисячі підлітків от 14 до 16 годів. Менавіто такі взрослі цензи визначили організатори. Спартакіяда пройшла у чотирьох дисциплінах. Нужно обратити дуже серйозне внімання на кіберспорт, тому що ця сфера требує якогось управління і контролю, причем культурного, щоб було перенаправлення молодежи на спортивні рельси, більше культурне общення в інтернеті і спорт, одним словом, це переводити в спорт, обычні заняття, багаточасові сидіння за комп'ютером, переводити в спортивні, які, в принципі, наблюдається во всім мірі зараз. Молодежне громадське об'єднання кіберспорту «Платун» зарегістрували по угоду тому. За ГТМ-месіці провели множество виртуальних мероприємств і ніколькі на реальних пляцівках. Померковання організаторів кіберспорт допомагає розвивати і міжнародне супрацівництво. Бо в багато країнах подобні турніри збирають ціле стадиону дзельників, болельщиків і глядачоу. Хочу добіться кіхто успіхів від ігри. Я займався цією цією, мабуть, 4 роки тому. Почив видеоролик, де кіберспортсміни – уважаючі люди і добіють багато успіхів. Даліше, у фає з раніці до вечора, поки льдовжилися баталії, люби жадаючи, мог поспробувати свої сіли у кіберспорці. Марина Джала, Ігор Маришченко, телерадиокампанія «Гоміль». ГТА так само інші новини ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by. На гитим випуск завершений. Дякую за увагу і до нових зустріч у ефірі. Де-факто продолжає ефір телеканала «Беларусь-4» в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомельской області в праздничні і в выходні дні нарушений і в містах проведення торжественних мероприятий не зафиксировано. С таким сообщением сегодня выступила пресс-служба УВД Гомельского облсполкома. Правоохранители региона несли службу в усиленном режиме на протяжении всех выходных. В праздничні дні безопасності людей уделялось повышенне внимание. Проводилась дополнительная работа по выявлению і пресечению преступлений в общественних містах. Для сведенья 9 мая на території Гомельской області состоялось 48 массових мероприятий, посвящённых Дню Победы. На протяжении дня в них приняло участие 115 тисячі человек. В Гомеле отпраздновать 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне вышли 65 тисяч гостей і жителі регіона. На охрану общественного порядка во время массових мероприятий задействовались сотрудники органов внутренних дел і военнослужаща внутренних войск МВД. Благодаря предпринятым мерам административних правонарушений, преступлений і других проїжствий в містах проведення торжественних мероприятий допущено не було. В Гомеле на пожаре в квартире, который произошёл 9 мая, первоклассница спасла свою мать. Бдительность і правильне действо шкільнице позволили не тільки збережь женщине життя, але й сохранити імущество в домі. Когда 7-летня девочка почувствовала запах гари, она сразу поспешила в соседнюю комнату і увидела, що там горит ковір, а на полу лежит її мать. Девочка разбудила женщину, вызвала спасателя, а затем вышла с мамою на лестничну площадку. Пожарные потушили в возгорание, а 32-летнюю хозяйку квартиры передали медикам. У неё отравление продуктами горения. Отец девочки в день ЧП находился на дачном участке, а семья состояла на учёте в списках для работы смотровой комиссии. В результате пожара огнём уничтожено на площади 1 квадратный метр имущество в горящей комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнём при курении. Необходимо отметить, что ребёнок был обучен правилам пожарной безопасности. Ко взрослым необходимо обратиться. Если вы безалаберно относитесь к своей жизни, необходимо помнить, что у вас есть дети, и здоровье и жизнь ваших детей – это самое важное в вашей жизни. Кража в разгар выходных в Лельческом районе. Двое местных жителей похитили 29 мешков комбикорма и в салоне легковушки практически довезли до места назначения. Но по пути их спугнул дорожный патруль. Когда нарушители заметили пост ГАИ, то свернулись с дороги прямо в поле. Естественно, такой манёвр привлёк внимание сотрудников ДПС, и те пустились в погоню. Правда, закончилась она очень быстро. В конце поля автомобиль ВАЗ, которым управлял житель Лельчес, закопался колёсами в землю. Сталон был под завязку забит мешками с комбикормом, а пассажир сидел едва ли не на коленях у водителя. Правоохранителям было установлено, что владелец автомобиля перевозил 29 мешков с комбикормом общим весом 1228 килограммов, которое было похищено с агропредприятия «Новая Нива». В дальнейшем материалы проверки были переданы в Лельческий районный отдел Следственного комитета для отдачи правовой оценки, а автомобиль и груз были изъяты. Таков обзор основных происшествий о правовой обстановке в предстоящие выходные расскажем в понедельник. До встречи и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завершился регулярный этап чемпионата Беларуси по мини-футболу. В 30-м туре гомельские БЧ и ВРЗ одержали победы. Вагоностроители в ранге победителей регулярки дома взяли верх над Щучином 6-1. Железнодорожники также на родном паркете были сильнее Борисова 974. Это позволило команде Дмитрия Камека финишировать на четвертой строке. Светлогорский и ЦКК, оставшийся без плей-офф, проиграл столице 0-4. Четвертьфинальные пары плей-офф выглядят следующим образом. ВРЗ сыграет со столичной охраной «Динамо». БЧ за путевку в полуфинал сразится с Лицельмашем. Витен поспорит с Борисовым 900. В Минском дерби сойдут со столицей и Дорожник. Первые поединки четвертьфинальных серий до двух побед пройдут в Гомеле, Орше и Минске 15 мая, повторные 19 мая. При необходимости третьи матчи состоятся 22 мая. В Гомеле завершился международный турнир по боксу среди мужчин, посвященный Дню Победы. В активе хозяев 8 наград. Победителями соревнований стали Виктор Чварков, Михаил Мельников и Михаил Сулимов. Серебро выиграл Дмитрий Доронин. Бронзовые награды завоевали Александр Мельниченко, Владислав Андросов, Вадим Панков и Александр Кузьменко. Всего за победу в международном турнире по боксу, посвященном Дню Победы, сражались спортсмены из Беларуси, Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана. Соревнования входят в календарь Европейской конфедерации бокса. Гомель принял финальный этап славянской баскетбольной лиги среди юношей 2007 года рождения и моложе. В турнире участвовали шесть коллективов из Беларуси и России. По результатам игр финала 15-го чемпионата первое место заняла команда московского «Динамо». Вторыми стали баскетболисты. Гродненская из «Дюшер» номер один замкнула тройку лидеров «Гомельчане». В это же время проходил и финал славянской баскетбольной лиги среди юношей 2007-2008 годов рождения. В этой возрастной группе победу увезли московские «Динамовцы». Серебро досталось сборной «Гродно». Третьими стали «Гомельчане». Соревнования «Динамовская баскетбольная лига» знаю очень давно. Эти соревнования сам участвовал, будучи игроком. Сейчас вот уже в качестве тренера очень полезные соревнования. Вообще именно вот эти вот международные. Для, во-первых, игрового развития, почувствовать другой менталитет где-то в других городах. Также полезны для общения, чтобы дети дружили, знакомились с ребятами других команд. Во всех турах чемпионата приняло участие достаточно много команд. Насчитывается там около более 20 команд. Соревнования очень интересные, позволяют детям здесь расти на данном уровне, показать себя. В первую очередь это опыт. Для всех детей это опыт. Очень хорошо выделяются у нас команды российские. Это столица Москва, Питер. Ну и наши ребята ничем не уступают. В каждом туре они занимают призовое место. Определились победители первенства Гомельской области. Погребли на байдарках и каноя. За главные трофеи боролись юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения. А также юноши и девушки 2003-2004 года рождения. Всего участвовали порядка 160 грибцов. По итогам турнира первое место заняла команда Мозыря. Гомельчане стали вторыми. Дружина Рогачева увезла бронзу. По результатам соревнований лучшие спортсмены поедут на республиканское первенство, которое пройдет с 29 мая по 2 июня на Грибном канале в Заславле. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.